Они были рядом, но они проехали мимо. Да что ж такое? Отлично! Отлично! Вот ещё перевернуться не хватало. Просто не хватало мне. Ну, короче, вы поняли всё. Ну что? Не ожидали такого, да? А вот получилось вот так вот. Всем привет, друзья, с вами Дима, OnePoint, и мы продолжаем проходить NIFOR SPEED MOST FONTA PIPIGA EDITION. Да, на предыдущем видео я вас просил 2000 лайков, и только потом, когда эти 2000 лайков наберутся, у нас будет следующая серия по NIFOR SPEED MOST. MOST FONTA PIPIGA EDITION, но я видел, как все очень хотели, чтобы вышла новая серия прохождения. Там осталось буквально 100 лайков. Я уверен, что со временем это всё добьётся, но просто тянуть уже время не хочу, потому что я видел ваши комментарии, где вы просили меня, чтобы я продолжил это прохождение. Ну что же, сегодня мы это и сделаем. Добро пожаловать на новую часть прохождения NIFOR SPEED MOST FONTA PIPIGA EDITION. И знаете, что я хочу? Я хочу посмотреть, есть ли у нас тут Charger RT. И Charger RT есть, друзья. И вы посмотрите, кстати, он очень неплох. Он максимально неплох, потому что у него ускорение просто сумасшедшее. Давайте посмотрим на новой прокаченной Миате. Какое сейчас ускорение? На Миате, по-моему, такое же. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. И идём обратно к Charger. Вы меня просили. Дима, а почему тебе бы не испытать Charger? А я и думаю, реально, а почему бы не испытать? Поэтому давайте возьмём этот автомобиль и, конечно же, пойдём по круизим, доедем до гаража и там его немножко прокачаем. А чё он так странно стартует? Ох, нихрена он боком едет. Офигеть. Охренеть. Не, ну это... Блин, мне будет сложно ехать на нём. Мне определённо будет на нём сложно ехать, потому что там что-то прям перебор у него, мне кажется. Давайте посмотрим, что по обвесам вообще есть. Рейсер Китс и, ну, естественно, обвесов никаких, потому что что это у нас? Это тачка Доминика Торетто, конечно же. Капоты. Забавно, что капоты, типа, мы можем выбирать, но на самом деле они не меняются на машине. Это, блин, странно. Это очень странно. Ну и... Да. 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 Ничего нигде не меняется. Тайроссы и Руфс Копсы, не знаю, меняются, нет? Нет, нет, ничего нигде не меняется. Но вообще по-хорошему нужно поставить спойлер. Давайте в Гоуф Пастер зайдём, что-нибудь на халявку возьмём. Например, например, подвесочку. Хакс. Поставим вот это вот дело. Что у нас ещё просит? Тайрос. Ну давай, давайте попробуем Тайрос поставить, рейсинг Тайрос на него. И Супер Чарджер, кстати, между прочим. Отлично. Ставим Супер Чарджер. Ну и забираем всё это. Вот у нас чекаут. Так, хорошо. Идём в Гоуф Пастер. Прокачиваем, ну, максималочки. Давайте даже сейчас не будем заходить, просто Макс Пауэр. И всё. 101 тысяча. Выходим. Всё это забираем. И теперь идём в визуалку и смотрим уже более детально. Так, ну, с краской, я так понимаю, тут перекрасить его можно. Да, его можно перекрасить в какой угодно цвет. Вот, например, в оранжевый можно долбануть. И у нас такие, типа, придурки из Хазарта, которые были в Форсаже. Ну, по-другому я не знаю, как это назвать. Ну, ладно, я его оставлю чёрным. Не будем мы измываться над автомобилем. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Может быть, Car Special или Pepega. Ну, допустим, в Custom. В Custom ничего нет, интересно. Эх! 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 А я-то думал, может быть, какая-то надпись в Форсаже будет. Или что-нибудь ещё. Window... Ну, да, так, здесь-таки покрасить не могу. Window Tint. Но затонировать-то мы можем тачку? Затонировать можем. Давайте Medium Black на неё поставим, чтобы всё было максимально стильненько. Checkout. Конечно же. Без этого никуда. И я случайно вышел. Я случайно вышел. Мне хочется посмотреть, как эта машина будет теперь валить. Ну-ка. Не, ну стартует она прям с такими пробуксовками. Это просто жесть. Просто нереальная жесть. Не, ну вроде едет, но... Друзья, Мята, Мята, конечно, покруче гоняет. Прям максимально покруче. Хотя, вроде тоже неплохо. Давайте на нитро нажмём. Ой-ёй-ёй-ёй, как её заносит-то. Офигеть! Ух ты ж, блин. Ой-ёй-ёй-ёй. Не-не-не, с поворотами тут она... Ох ты ж, чёрт! С поворотами она вообще не дружит. Но, как я сказал, раз уже взяли чарджер, попробуем сегодня в гонках поездить именно на нём. Блин, носит его капец. А, кстати, какие гонки-то у нас? Гонки-то я прошёл в тот раз, я уже даже про это забыл. Поэтому сейчас мы будем добивать Milestones Event. Потому что комплит у нас пока что только два. Нам нужно ещё два проехать. Ну, давайте посмотрим, насколько этот у нас дорж-чарджер быстр. 238 миль в час нам нужно будет на этом радаре сделать. И давайте попробуем мы это и сделать. Как бы странно это не звучало. Давайте разгоняться. Но, блин, ребята, он не очень хорош. Он максимально такой странноватенький. Не, ну вы прикиньте, он даже не может проехать 283 мили. Не, ну камон. Ну это же прям совсем плохо. Давайте в крутакт сдайдём. Стиринг оставим так. Хэнтлинг. Ну пускай будет так. Брейкс не нужен нам. Вот, кстати, аэродинамика. Ай, блин. Ладно, давайте попробуем так. Райт хейт. Ну, допустим, в минус, чтобы она была больше прижимная сила. Я даже не знаю. Что-нибудь вообще поменяется в машине? Быстрее скорость начнёт набирать? Чё-то... Блин, чарджер совсем не алё. Прям максимально не алё. Давайте заедем в гараж просто ради интереса. И посмотрим на его характеристики сейчас. Что у него там с ним творится. Не, ну слушайте, хэнтлинг хороший. Но вот максималки в нём вообще нету. Вот я чё понял. Вот это, конечно, косяк. Вот это прям вот, ну, плохо-плохо. Прям совсем плохо-плохо. Да не, он 230 едет и всё. И как бы и пофигу. И максималки нет, разгона никого нету. Давайте, блин, ну, я не знаю, что с ним делать. Я уже просто вижу название видео. додж-чарджер Доминика Торетто оказался говнище. Ну, ну, серьёзно, ребят. Но МХ-5 просто валит как боженька. А это повернуть не может тяжеленная рожа. И разогнаться не может. Ну, камон, давай, 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 200. 270. Да ё-моё, ну вот нужно было... Нужно же было ему прям врезаться передо мной, а, ну вот камон, ну как так? Появиться передо мной. Да это чёрт! Чё за херня у нас происходит? Отлично! Зато поймал копов себе на хвост. Ну ладно, у меня тут пока что первый уровень погони, поэтому ничего страшного. Чёрт, конечно, без аэродинамики тяжеловато на этой машине ездить. Не-не-не-не-не, разворачиваемся, нафиг. Вы мне тут не нужны. Не очень хочется с вами общения. Копы. Поэтому уезжаем. Максимально уезжаем. Ну и понятное дело, поскольку они совсем ещё пока что глупенькие, я от них максимально легко уезжаю. Ну вот куда столько трафика, а? Ну куда столько трафика они накидывают? У меня же тут радар. 233. Да я понял, что я от них уехал. Да понял, я понял. Ещё немножко ускорения. 270. Давай, 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 давай. Да ладно, проехал. 265 миль в час. Я думал, что там нужно 280 проехать. Слушайте, ну так неплохо. Сидь, Брэйн, ты, ты экзэээлл? Отлично, спасибо. Забираю, ээээлл. Шикарно. Так, ну хорошо. Ладно, этот радар мы проехали. Ой, надо ещё один. Надо ещё один радар проезжать. Я на этой машине, конечно, ну мне от Хаммонда будет пипец сложно на неё уезжать. Просто пипец. Я, конечно, понимаю, что может быть как-то её можно настроить, но я не знаю, как её настроить. Я привык к машинам, которые по умолчанию едут хорошо. Смотрите, я стартую, я сейчас не трогаю вообще стик, её повело влево. Просто само по себе. Просто она взяла и захотела, что вот сейчас меня поведёт влево. Да ладно! Не, ну серьёзно. Не, ну тут надо, мне кажется, нетруху накопить, потому что без нетрухи мы этот радар не пролетим вообще. Не, ну знаете, с одной стороны вроде бы она едет, но могло бы быть всё и лучше, потому что, ну, всё познаётся в сравнении, а в сравнении с Маздой МХ5 этот чарджер не едет никуда. но посмотрите, как он стартует. Я уверен, что его нужно настроить так, что он будет просто тупо ехать боком. Прям есть у меня такое подозрение. И 200. Давай, 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 давай. Ну тут-то уже должно хватить. Да, тут хватило нам. Отлично. 300 миль в час, в принципе, было. Слушайте, это неплохо. Это реально неплохо. И Хаммонд is ready to race. Хомяк в быстром римике. Одна быстрая машина. Стронка. Ага. Ага. Хорошо. Хорошо. Ну что, take this ppega sprint и CBT у нас будет. Блин, ну ладно. Это будет быстро, но стрёмно. Почему стрёмно? Потому что, ну, вы сами видите, блин, чарджер никуда не едет. Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого драндулета. И он на римике, кстати, реально. Хаммонд на римике. Офигеть. Просто офигеть. Ну, там вот, конечно, сзади автоматы с призиками. Это прям в тему. Максимально в тему. Чёрт. Короче, пожелайте мне удачи. Я чувствую, я его не обгоню, потому что это жесть. Римик должен быть супербыстрый. Хотя, смотрите, старт у нас был неплохо. Это я аж ещё... Ну, смотрите, разогнался, разогнался. Это я просто стартанул ещё плохо. Я забыл про это дело. Ой-ёй-ёй-ёй. Нет, друзья, с поворотами, конечно, на этой машине всё не очень. Всё очень... Ох, ты ж как он в задницу мне бьётся. Так. Ладно. Хорошо. Собрались. Всё будет окей. Музычка весёлая. Всё весёлое. Набрались терпения. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Чарджер, пожалуйста, не убей меня. Умоляю. Умоляю, братан, не убей... Не, ну, конечно, блин. Чарджер капец. Просто это... Это что-то с чем-то. Не, можно, может быть, из него что-то выжить. Ну, типа, камон. Зачем из него что-то выжимать, когда есть MX-5? И на ней можно проехать. Это всё идеально. У меня начинает бомбить. У меня просто начинает бомбить, потому что, ну, ну, как так-то, а? Почему они, чарджер, сделали такое? Не, ну, я, понимаю, это маслкар. Это всё сделано в духе маслкара, но... Камон. Нужно, чтобы машина ехала адекватно. Всё-таки вы делали модификацию. Уж тут можно что-то подшаманить с управляемостью автомобиля. Ну, что-то я тут прям вообще с полудрифт всё прохожу. Я ещё это могу простить о какой-нибудь аехе. Не, ну, блин, понятное дело, что маслкары, они тяжёлые, здоровенные, и проходят всё у нас в полудрифте. тут. Так, 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 То знаете, что? Очень хорошо реагирует на замедление. Вот прям вообще найс. Но, как видите, уехать я от него далеко куда-то не могу. У меня просто постоянно битва происходит. Блин, друзья, это было печально. Это было совсем плохо, и он начинает уезжать. 46% это в комплит. Да. Так, срезка. Пролетаем. Но эта срезка нам не особо помогла. Ещё трафик. Ну, смотрите, даже вот такие плавные повороты мне приходится в замедление проезжать, потому что в случае чего я просто не въеду нифига в этот поворот. Но я потихоньку догоняю римок, я его хотя бы вижу. Я не знаю, если у меня получится его обогнать, это будет просто чудо какое-то. Это будет чудо расчудесное. Давай, 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 давай. Мы это сделаем, я уверен. Я уверен. потихоньку, полегоньку. Игра ещё начала, блин, проседать. Нет. Пожалуйста, не проседай. Прекрати это делать. Блин, вот это была жопа. Я думал, я сейчас как посередине вкорячусь в этот отбойник. Чарджер, что ты со мной делаешь? Это просто, это просто жуть какая-то. Римок меня повнутренне обгоняет. Хамонт, нет. Хамонт, не надо так делать, пожалуйста. Умоляю, не делай так. Давай, держимся, 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 догоняем Хамонта, догоняем. Говнюк повнутренне идёт, блин, он вообще в повороты не входит. Сейчас будет резкий поворот. Ну, конечно. Меня раскачивает. Меня просто жёстко раскачивает. А этот нитро подрубил. А у меня нитро нету ни хрена. А у нас уже финиш там, он за поворотом. Ну, всё, это, блин, всрал. Это всрал, друзья. Это просто капец. Не, нахер. Дело, знаете что, не рестарт, а I'm going home. Потому что я на этом говне ездить, уж извините, меня, любителя чарджера, не могу. Просто не могу. Нахер его. Нахер. Я беру другую машину. Потому что это жопа какая-то. Где моя любимая MX-5? Вот вам может быть скучно, что я катаюсь на одной машине. Я это понимаю прекрасно. Но понимаете, вот она едет. Она едет, и сейчас я вам это продемонстрирую. Ну чё, Хаммонд готов проиграть? Я уверен, что он готов проиграть. Ну чё, старт идеальный. Мята просто улетает. Просто имба. Просто имба. Но тут смотрите, он, ну тут походу на скриптах просто. Он сближается с нами. Ну вот, вот, вот. В замедлении, конечно, у Мяты заносы прям жесткие. Как-то полегче немножко ехал чарджера. Вот именно когда замедление врубаешь, он сразу, у него управляемость появляется в поворотах. У Мяты такого нету. Она прям прет напролом. Ну скорость, конечно, сумасшедшая. Ну не знаю, я прям вижу, что я куда-то улетаю. Хотя по спидометру я бы не сказал. что на Мяте прям я еду супер быстро. Но поворот это, а? Но поворот это проходится просто идеально. Пошел нахер. Нет, Хаммонд, нет. Сегодня, сегодня моя роза не для тебя цвела, поэтому сделать тебе меня сегодня не получится. Особенно на мкп-емьо с мкп-емьо с мкп-емьу с Идеально. И она и в жизни, ну, я бы не сказал, что так, но практически едет идеально так же. Смотрите-ка, мы этот поворот прошли просто на скоростях. На скоростях нахрен. Вот это я понимаю. Вот это автомобиль, а не то, что вот это вот Санина нам. Вот это вот дали. Черное. С суперчарджером из-под капота. Нахрен нам это нужно? С этим нагнетателем. Так, 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 так. Все проехали. Вообще без проблем. Она пролетает все вообще на АИЗе. Не, ну на Миате, вот реально, вот этот мод, это получается, мы его не проходим, мы просто пролетаем. Вот это вы видели подставу? Вот это вы видели? Вот что это такое? То есть, когда я еду на МХ-5, они меня просто под колеса прям кидают АЕХу. Прям вот, типа, братан, на вот тебе АЕХа. Ты мне должен врезаться. Ну, как так-то? АЕХ мало осталось. Лучше бы поставили, что тут уже что-нибудь из трафика другое под колеса кидалось, а не АЕХа. Не, ну можно, конечно, сейчас, кстати, по его тактике поехать, типа, а-ля мы срезаем немножечко. Но фишка в том, что нам это, в принципе, не нужно. Мы уехали очень далеко. Очень далеко от него. Блин, какая же она имбовая. Просто самая имбовая тачка, видимо, здесь. Если вот эти перцы меня не могут догнать, то я представляю, что там будет дальше. Блин, Мята, прекрати. А ведь я офигенные детали поставил на чарджер. Нужно было на мятку поставить какие-нибудь классные детали. Потому что она этого заслуживает явно. А вот чарджер... Чарджер нихрена ничего не заслуживает. Он заслуживает только того, чтобы на нем один лысый чувак с фамилией Дизель катался и все. Приехали! Изи! 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 Поэтому уж извините, но мучений в этом прохождении не будет от меня. Я на чарджере не поеду. Нахер, нахер надо. Так, ну чего. CBT. Как вы помните, это у нас... Это у нас, естественно, дрэк. Перестраиваемся. Трасса, кстати, такая, блин. Не очень мне она нравится. Перестраиваемся, перестраиваемся. 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 Куда вот здесь? Вот куда здесь было деваться? Куда? Черт, опять этот гребаный дрэк. Опять этот гребаный дрэк. Ну, камон. Да почему? Я же ехал вообще идеально. Ой, стартанул срата. Ну ладно, мята все равно сейчас выдаст нам максимальную производительность. Фу, блин, да. Надо было, кстати, вот эту тему сбить и все, мне кажется. Куда здесь? А, смотрите, стоит в этот раз. То есть тут по-любому нужно перезапускать. Я понял. По-любому. Ну, Куру, опять мы видим твой пистолет. Хамонда мы сделали. Уэстед. Все. Кто у нас будет следующий? Мне просто интересно. Быстренько сейчас забираем эти маркеры. Кто это? Кто это вообще? Такай, Дэсу. Такай. Это Тритиша, что ли, какая-то? Не смотри, то, что она выглядит мило. Она настоящая... Короче, настоящая смерч на колесах. Эта чика потеряла свой мозг. И... Чё, короче... Короче, типа она круто ездит. Ну, допустим. OnlyFans. Это какая-то косплеерша, что ли, короче? Ну, походу, да. Это просто какая-то косплеерша. Ну, судя по OnlyFans, вы понимаете, да? Ну, надеюсь, некоторые понимают, что это за косплеерша такая. А почему? Как она в игру вообще попала? Вот это сообщение просто... Просто шикарное. Просто шикарное сообщение. Ну, что ж, друзья. Давайте сейчас посмотрим быстренько, что у нас по гонкам. Я отправлюсь обратно домой и возьму сейчас чарджер. Мне просто интересно. Если этот чарджер не может проехать босса, то чё будет, если мы его, например, возьмём просто на гоночке? Потому что, ну, сейчас-то у нас 100% гоночки. Хочу хотя бы просто проверить, как это всё дело будет у нас сейчас работать. Итак, первые гонки у нас спринт. Первая гонка, она достаточно длинная, кстати. Мы посмотрим, посмотрим, как чарджер себя здесь покажет. Итак, против нас опять суперкрутые автомобили. Без этого вообще никуда. Не, ну, чарджер смотрится круто. Он смотрится максимально круто. И даже хорошо стартанули. Ну, смотрите, нас какая-то мелкая херня объезжает. Нас мелкий фиат объезжает. Камон, как так? Блин, ну, смотрите, я опять не могу повернуть. Не, может быть, я испортил чё-то в настройках. Допустим, допустим. Вот давайте сейчас, если кто-то там, может, скажет, настроил что-то неправильно. Давайте всё вернём вот в сток. Всё возвращаем в сток. Допустим. Да, и поехали дальше. Ну, вот посмотрим, вот как вот сейчас вот на стоке. Мы прокачаны при этом. Обгоним мы кого-нибудь или нет? И привезём ли мы на финиш бочку? Нет, не привезём. Она улетела. Смотрите-ка, ну, всё-таки обогнали кого-то. Ну, опять же, тут такая широкая трасса. Ну, вот поворот. Мы не въезжаем в такой широченный поворот. Это при том, я отпустил газ. То есть, я под сброс газ сейчас проезжал этот поворот. Ну, что с чарджером не так? Почему он такой всратый? Я просто в шоке. Я просто в шоке, друзья. В шоке. Капец. Ну, смотрите, а RX-7 теперь уезжает. Теперь просто RX-7 уезжает. Не, это... Это мега печальный автомобиль, друзья. Просто мега... Ну, смотрите, вот как так? Как так повороты можно проходить? Давайте нахер его собьём, этого малыша. Ускоряемся. Максимально. Так. Заезжаем. Не, ну, он, знаете, он догоняет. Всё-таки за счёт, видимо, своей скорости. Немаленькой, немаленькой скорости он догоняет, но... Ну, как же ему тяжело. Как же ему тяжело. И сейчас ещё хопы за нами поедут, да? Ну, или нет? Нет. Они были рядом, но они проехали мимо. Да что ж такое? Отлично! Отлично! Вот ещё и перевернуться не хватало. Просто не хватало мне. Ну, короче, вы поняли всё. Тут рестарт нам не поможет. Тут ничего нам не поможет. Потому что следующая серия у нас есть, она будет. Я напоминаю, теперь у нас на сериях полторы тысячи лайков нужно набирать. Потому что две тысячи, как казалось, слишком много. И для таких серий, прохождения, где не особо что-то такое происходит. Я смотрю, люди особо это не смотрят. Следовательно, лайки особо не накапливаются. Но что хочется сказать по итогу этой серии. Да, она была короткой, но чёрт возьми, чарджер, такое говнище. И если вдруг будете проходить пипегу, не берите его ни в коем случае. Это... Это прям плохо. Это прям очень плохо. Ну, а на этом у меня всё. С вами был Дима Ванпоинт. Не забывайте про полторы тысячи лайков. В следующей серии уже встретимся. В принципе, может быть, и необязательно я тоже буду ждать полторы тысячи лайков. Потому что мне хочется добить просто уже пипегу. Все просят, я снимаю. Всем огромное спасибо, кто смотрит. Ну и всем пока-пока. Что-то я долго прощаюсь сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok